пробираемся на новый заброс калитка ворота открыта ничего не ломаем так пока не очень понятно что-то где-то гудит где-то что-то по-любому работает но мы идем в нерабочую часть главное чтобы чопов не главное чтобы собак не было злых собака для меня собаки все злые это старый следы песок сухой песок никому не надо откройте ворота нам говорили надевай каску для безопасности что это за станок мне очень горели что надо все вести пипец тихо это щит электро тоже скорее всего не знаю ковровец я не знаю кто знает что это пишите в комментариях слушай у нас такой сейф человека ни одного даже можно было бы спрятать всякие баллонки смотри какого размера ключи ключ почти от любого замка это оборудование возможно даже рабочие потому что такое достаточно современное вроде как ну да смотри сколько ты тут ой как они сильно врут я даже плюс-минус 55 даже совсем оборудование может чуть-чуть побольше но явно не 80 я был бы уже толстый это у тебя сказка ты 80 килограмм если только смотри это блин я конечно догадываюсь что но я могу ошибаться что это были эти обжигающие печи ого если ребята кто знает или кто работал пишите в комментариях что это что-то я так понимаю туда что-то закатывалась оттуда вкатывалась и выкатывалась туда дальше чтобы показать масштаб я туда залез давай только пришли но уже как бы интересно посмотреть полазить и на таком заводе еще не был вот такое состояние где-то что-то протекают я не знаю я хочу посмотреть насколько глубоко там хотел убедиться посмотреть насколько глубоко там интересный заброс праздничное настроение и поэтому сегодня буду в галстуке как не идет тоже дверь открыта впереди уже явно и конечно интересно потом еще залезть наверх вид сверху посмотреть в принципе то тут высота небольшая и так все видно но все-таки надо залезть будет масштабы конечно поражают а мне сложно комментировать потому что все это оборудование мне незнакомо хотя в свое время я учился на слесаре металлообработчик должен шарить я учился постольку поскольку ребята кто знает что это за оборудование пишите в комментариях а здесь можно этот подвешивание устраивать людей подвешивать правда не на такого размера крючки но все-таки я бы кстати бы наверное бы принял участие только не за спину а за вот эти места подвешивание и поиск нашел преисподнюю какую-то откуда доносятся какие-то странные голоса там тупик ну ты можешь скатиться с горки как в детстве не хочешь онлайн вот тут уже все под разобрали или нет я не знаю кто в курсе нет она вообще полностью ладно что здесь масштабы меня поражают конечно масштабы большие да что опасно для жизни бля офигеть это просто самое интересное везде у нас русский язык запрещают ну почти на каждом завласе есть что-то на русском языке ну в то же время даже здесь было бы на китайском но вряд ли бы я туда полез бы вот тут вот побухивал не надо рекламировать нет вот болт маркет это не реклама если что а если болт нам заплатит мы можем прорекламировать и болт ой 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 ротик какая камерка о какую дверь сняли откуда ну и все это пиковое да маленькое помещение я только сейчас увидел все масштабы что тут наверх поднимаются несколько ярусов под ногами просто блин офигеть ты понимаешь когда это все работало какой здесь движ был три тысячи двести килограмм один крюк такой мог поднимать три двести тонн три тонны короче точно что ну на лестнице в тупик и дсп путь управления какой-то да очень кстати интересно жалко есть в поле конечно за какие гадарик было был 20 не так давно до 4 года я в этом ничего не понимаю в электрике шкаточки такие добротные все такое массивное в принципе но и завод сам туда бески а вот сюда мы еще вернемся сделаем фотографии даже с моим ростом удобно ходить местами а вот и спрашивал розетки что ты никогда не видел здесь тоже такие смотрю на 36 вольт помнишь школе ты спрашивал но я никогда не видел такие да ой там уже все конечно пипец а мы тут не выйдем все или выйдем нет конечно можешь попробовать не давай в желобе а я я вальдемар ты представляешь какие-то американские горки для тебя будут да и представляю что я сюда вылезу белым человеком да даже моих татуировок видно не будет писать ухты кнопочек всяких какой-то важный человек в этой системе работу сказки не пойдет тут шумно было видать по ходу до цветочки даже у кого-то были вибратор 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 ем и сделано в ссср прикали ну естественно тоже все в основном старое оборудование то есть еще волосатых времен это вообще конкретный колосс волосатых времен ухты закрой ты чё ты там все раньше не понимаешь в плане того что у меня вообще не только тот который реально знает что ты как это работает для нас это просто вау красиво и все типа тоже затычки это лучше тоже однако интересно здесь волочка ты глядь такая мясорубка фаршик можно замесить да вообще жесть я говорю меня очень поражают масштабы понятное дело что это большой завод поэтому масштабы большие но все-таки мне это очень нравится так мы еще не были в той стороне точно пантрараб куда мы идем дальше погнали туда тупик а не тут нет ухты радейка все это как его советские старые разве не машины вариант но мои игры магнитола машины-машины кассета а это чем накатушка от удочки видна рыбак склад какой-то запчастей это короче какие-то электрощитовая здесь кому-то что-то запретное готовили ой тут для кого-то был бы рай наверно я в этом тоже не разбираюсь короче тут всякие рубильники всяких лампочек коробки всякого деталей непонятно а это циферки были приколи до циферки они загорались красным красным или оранжевым или может возможно зеленым я ее часы из такого дела очень классно выглядит из того да 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 гардероб туалет ну что мне интересно наверно там самое потому что завод большой дошиваю кабинку котельная что ли еще нифига себе плакация 3 емт гсм сколько лет этого уже не существует 98 год 98 мне 6 лет было кто-то уже работал на этом заводе трубопроводная арматура и даже не знаю что это тут короче тоже придает блатное рабочее место было котельную маски я теперь не вижу эту прозрачную думаю что за козырек такой солнцезащитный какая интересная штука ладно сколько это музей уже все может может у кого-то кстати еще дома такое осталось кто-то еще пользуется телек тоже такой ну тут все померяет уже черная плесень базовые слова кистанского языка базовые слова кистанского языка все таки хотя бы на базовом уровне по-любому нужно было знать колонки тоже древние а че зафиру москву а80 в жизни не видал блин сейчас давай фокусируйся о я таких тоже кстати не видел всякие эстония радиотехника с 90 у нас были да ну таких я даже не знал о существовании ого а это это очень похоже на самогонный аппарат это комрад может заценить его может сказать что это есть самогонный аппарат модель вряд ли конечно но как-то очень похож мне кажется тут вообще какие-то химреагенты ой ой что-то что-то понапросыпал вон от весов вообще опасные штуки могут быть да поэтому руками желательно не трогать странно такое слышишь да 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 шторками завешиваешься сидишь там из-за тела и запах кстати здесь очень такой химозный пойдем запах дальше мазу запах дальше мазу кому сахар можем насыпать в любом количестве блин я вообще не понимаю что это и для чего это такая же история да такая же история я говорю там куда-то не захотел идти там какой-то длинный коридор идет вперед так вот где там внизу он это в в там 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Мы ходим здесь уже около часа, и чтобы понимать масштабы, мы еще даже не знаем, прошли бы хотя бы половину или нет. То есть очень большой объект. Но судя по всему, мы обошли все. Ну как все, мы оттуда зашли, мы там же не все вроде пошли. Оттуда зашли, но по-моему мы там не все проходили. Все. Слушай, мне надо глянуть, куда эта дверь уведела. Хызы. Я не знаю, я бы не рисковал. Не, мы будем вообще. Вот, это ты посмотри. Которые катали, типа. Она так сделана, как колесики такие. Я говорю, тележка похожа на такую, которую, знаешь, катили. Тележка, это ящик. Да. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и становитесь спонсорами нашего канала. Уходя, мы оставляем только свои следы, с собой берем фотографии и видео.